добрый вечер дорогие друзья в эфире программа звезда на звезде мой сегодняшний гость в детстве о кино не мечтал даже сыграв две главные роли когда был подростком с выбором профессии не определился но зато с первого раза поступил в гитис и сегодня в его послужном списке более ста кино ролей народный артист россии игорь бочкин игорь иванович добрый вечер я вас поздравляю с юбилеем вот весь юбилейный хороший хороший год хороший и поздравляю с государственной наградой спасибо и невозможно было не заметить собственно говоря о том что заслуги перед отечеством игорь бочкина есть я старался и этот орден второй степени я думаю доставил удовольствие не только вам но и вашим поклонникам а когда неожиданно еще во двойне приятно да но вы несмотря на там и опыт огромные и звание и там ордена вы же понимаете что жизнь не крутится вокруг вас я имею ввиду что вы крутитесь вы вот производите впечатление голодного человека успокоение не пришло я голодный голодный и в этом смысле артист должен быть голодным он должен хотеть ролей не в смысле масло на хлеб единственная только вещь если раньше просто работа звонит ура мы победили это ушло потому что это должно уйти и конечно уже даже деньги даже деньги и то хочется только тогда когда вот где-то вот или вот здесь или вот здесь ехнет тогда должен начинаться роман я имею в театре и в антрепризе уже не должна быть антреприза как там коврик шмоврик вперед нет этим уже не взять если вот не подключать все время это это к этой профессии остываешь раз становится неинтересно два и прочее 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 ведь по артистам это видно пять-семь лет назад вдруг возникло ощущение что бочкин настолько сконцентрировался на театре что его в кино как-то и не достает но я могу сказать честно и вот это сейчас тоже самое все-таки если спрашивать что главнее я могу сказать театр я не знаю почему откуда это у меня и может быть благодаря педагогам может быть благодаря борису гориловичу голубовскому который взял меня со студенческой скамьи в театр и не знаю вот какая то такая штука если спрашивать если бы не эти вот эта штука под названием деньги и про и про и про а кушать надо а кормить семью надо и прочие вещи и не знаю я думаю что многие бы из нас кто уважает профессию вообще может быть так забили бы чуть-чуть на все эти ножки нужные дела да и да потому что театр это же штука когда-то все время вот как кино да какая бы роль ни была какая бы роль ни была ты болеешь так то есть с утра до вечера на горшке не на горшке ты ешь пьешь ну что это же действительно такая профессия да все проходит момент эта болячка ушла да и ты переболел а ведь театр вот спроси меня о том лопахине которого я сыграл которого увидел борис горилович голубовский у меня в дипломе и взял меня сразу в театр пригласил юнца этого я до сих пор помню лопахин же вообще постановка такая была ну из прогремевшая студенческий спектакль прогремевший на москву и так или иначе все равно другие театры были ну как бы в зрительской фаворе и вы могли бы претендовать на что-то что такое голубовский вам рассказал что вы пошли в театр гоголя не самый популярный театр москвы альцент александр вы готовились вы готовили к вопросам замечательный вопрос редчайший ну как артист без режиссера не может существовать отвечаю как великий сказал артиста делает талант работа случай и этот случай и не знаю почему мой педагог светлана леонидовна собинова пригласила на дипломный спектакль борис гаврилович голубовского и я не знаю как бы я отнесся к его приглашению если бы его приглашение в театр произошло через неделю через две но как можно эти забыть я по этим узеньким коридорчиком нашего учебного театра я шел и никогда это не забуду лицо подвижное поэтому ушел снимал бороду которая была наполовину там уже висела снимал и вот как с вами сталкивать с борисом гавриловичем который за игорь у меня в первый раз в жизни это не забуду никогда первый раз в жизни ко мне обратился режиссер известный вы меня знаете но что нагло и бочкин сказал но кто же вас не знает а не хотели бы вы завтра не послезавтра ничего прийти ко мне в театр и когда понимаешь молодому артисту но я никогда не был идиотом если не читал никогда за идиотом таких вот на делах все-таки я уже был взрослый человек после армии постарше других да чуть-чуть постарше да на пару и поэтому я сказал конечно я пришел на следующий день борис гаврилович голубовскому в кабинет он сказал что все обо мне знает и кто глаз положил на молодого артиста и это и это и это но если вы хотите чуть ли там не завтрашнего дня вы в труппе мы мы вот уезжаем на гастроли какой мудрый это было какое-то счастье курс заканчивал еще курс я не сдавал научный коммунизм было вот такое вот письмо как это можно забить ну я конечно совру это неожиданный вопрос связи с какой-то невероятной необходимость необходимостью в репертуаре театра гоголя молодого артиста и я не сдавая ничего без диплома потом уже да и я еду на первые свои гастроли под мышками вот так нашу разные там роль и ввожусь до камерон пролетая над гнездом кукушки берег за что они уже получили госпремию никто не так там сказки потом сказки от меня никуда не делись эти были сказки новые это как-то странно если бы артист взял и сказал я не играл сказать ну как это не то что играл пахал это по 37 спектаклей в месяц до по 38 спектаклей вместе со сказками но сразу и это сразу и это было вот до сих пор сколько уже лет прошло и борис гаверса давно нет и это чувство да я не боюсь благодарности это память просто этому об этом человеке вот всегда потому что он первый и эти воспитательные беседы со мной уединяю и уединяясь иногда ибо поведение это я не так себя веду и не так отвечаю народным артистам и заслуженным и там прерываю или слишком в общем да но это было так приятно вы дерзкий в кабине всегда дерзкий я наверно не дерзкий но очень наверно много хотел и задавал все вопросы и задавал а вот почему вот это можно а вот мне нельзя жадный до знаний ну конечно я в этом в морозке чурикова кричит хочу 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 то есть получается что вы осознанно сначала погуляли после школы потом пошли в армию стерпится слюбится подумаю и потом вот что-то увлечит и что щелкнуло тогда в какой момент щелкнуло хочу в гитис ну как бы ну вот но ведь что-то ведь заставило там взять книжку выучить отрывок и прийти поступать уже потом после армии или в армии какая-то штука странная вот это вот в отношении как вы замечательно показали чик-чик она у меня была я не могу сказать что я не читал я читающий человек тогда читал что-то даже знал наизусть что такого не было момента что белый лист и вдруг этот белый лист после армии сказал ребят все-таки в артистах да нет этого момента не было как-то я вот знал что я приду мамочка мне купит крем пленовый костюм модным крем пленовый костюм с красивой новой рубашкой и вот в этой в этой рубашке и в этом красивом крем пленовом костюме я пойду читать более того читал и в щуку и в гитис но то сейчас все молодые знают что я уже иду к какому педагогу какой это тупкин мукин я не знал ничего и я ведь это же не сейчас когда можно везде поступать раньше же у нас было как два тура и после три второго тура да 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 документы это сейчас по-другому тогда этого было и я значит щука и гитис и я не думал ни щука и гитис потому что ну грубо говоря вот сегодня у нас двадцать такое третье число предположим июня гитис а двадцать четвертого щука а вот сегодня был гитис поэтому я даже не задумываюсь пошел в гитис хотя я никогда не забуду что жени симонова просто кричала не взяла говорила идите к нам идите к нам идите к нам в щуке вот ну вот так вот а потом произошло как вот не знаю как сказки потом сказка конечно заканчивается заканчивается уже когда ты начинаешь понимать куда ты попал а так было просто это поступление как в сказке начинаешь читать как вот иногда одних пытают а других не пытают вот меня не пытали нет не пытали единственное это было очень смешно на конкурсе но третий тур конкурс это было на большой сцене гитиса но тоже эти вещи не забываем это я как всегда жутко интересно что выбирал абитуриент и очкин допустим потому что это на что я могу со своим я себя дамы мечтать твардовского шолохова конечно маяковского потому что это как бы обе характер везде да да и вот эти вещи они мне нравились они меня трогали и а я вообще в жизни никогда почти не делаю и сказать не трогает ничего даже откуда сил хватает еще от чего-то отказываться работать когда не трогает так вот я рассказываю все таки интересно про третий тур и думаю ну там в голове же что-то такое происходит наверное мне что-то было чтобы я там что я рвану сейчас да я в костюмчике креплены у меня же нельзя заговорил про крепленный костюмчик игорь иванович поставьте стол на центре стали стол на центр в большую снимите пожалуйста пиджак никогда не забыл как вы читаете мы знаем спойте гениальный как я могу эти вещи забыть как вы спойте и во всю мощь вообще дурь дурь наверно слово дурь это подходит дурь даже не задумываясь кто бы паузу бы сделать при лужке лужке да лужке я не знаю сколько я проголосил три или две строчки спасибо как я поступил в гипс я помню сначала как мы там в студии на первом курсе в институте читали чп районного масштаба потому что это была литература другого поляков просто взорвал атомную бомбу а уж то что снежкин сделал с вами кино и слушайте а ведь это же было очень похоже на то что сейчас с матильдой происходит да я не не видел эту матильду но вот тоже срывали афиши потому что возмущенная общественность что оцепляла кинотеатры срывали по городе одессе конная милиция разгоняла людей которые хотели посмотреть да украине же шли с плакатами хотим чп районного масштаба срывались афиши срывались все а как-то а когда на соединение выдвинули выдвинули на госпремия это великая история когда звонок из питера крути дырки документы документы нас выдвинули все выдвигается крутой маршрут театр современник выдвигается собачье сердце и чп районного масштаба да получает получает курочка яба вот газеты сохранились до сих пор дырки дырки все все ну что докрутили дырек а премия не пришла я помню евгений садович евтушенко тогда сказал что фильм катастрофа точно мне газеты фильм катастрофа потому что рушилась система и собственно говоря и поляков со снежкин а мы с вами это вбили такой колышек в эту систему которая уже рушилась поляков был такой странный молодой человек когда серёжа сергей олегович снежкин выпустил фильм поляков искал что прекрасно все наверняка в отношении к этому кино не имели потому что литературный ну там же уже все эти банно прочные дела если вы помните на все эти там все отношения женщинами с женой особенно да которые просто убивали в каком-то городе не помню я привез картину пригласили этом выступал перед картиной какой-то человек ветеран что шла картина как раз когда я лежу на на жене и человек вскочил в зале орал катастрофа а другой провокация провокация человек упал в обморок вызывали скорую помощь увозили если подписать просто отдельной строкой что фильм чипа района уже пережил это же просто это такой мощный был старт конечно но мощный старт но это конечно благодаря снежкину потому что это это фашист это такой человек упертый он знает все все то есть это странно когда вот значит группа мне ли вам рассказывать александр олегович когда режиссер только появился идет только аура шлейф его только где-то где где-то и уже все замолкают потому что сейчас будет все это сначала ураган мата потом перемата потом все потом но умный хитрый артист редко срывается то что артист все таки он должен делать уже не должен быть чудовищным артисту ауру нельзя разломать да ну это у меня осталось не всегда потому что и первое кино это и такое вот это даже не был и резонанс сумасшедший резонанс что такое прям как бомба в моей жизни но в жизни страны бомба а потом ну да просто много это горячев изменил жизнь он изменил я стал что-то понимать во первых что это такое и во вторых зарабатывать это это обязательно ну и конечно не люблю я слово там популярность узнаваемость но это конечно как они режиссер сказал вы не понимаете вы вошли в каждую квартиру это было действительно момент то что куда бы ни приезжал и говорили что ну это правда да чем можно войти в квартиру одним вечером а когда это все не было да пауза с театром с театром была пауза до момента пока не зазвонил телефон и еремин мною любимейший уважаемейший и его позвонил в театр пушкина тогда возглавлял и сказал я знаю что вы игорь иванович сейчас ничем не занимаетесь имеет этот театр они хотели бы вы и произошла такая же история как с борисом голубовским не хотели бы вы завтра я пришел к иривановичу кабинет и я даже не знаю завтра или там послезавтра я начал репетировать камью террористов ну вот и потом уже были беседы тоже в кабинете у юрия ивановича но они уже были не так как борис гаврилович у него же был другого характера они уже касались творчества пьес потому что потом как я борис гаврилович это отдельная история это отдельный памятник а юрий нашему спектаклю под названием эгип эгип он не очень дал очень много в отношении понимание театра а с этим вот именно ведь совпало ощущение что это же но я имею этот опыт это это страшный ад когда ты ставишь спектакль и еще в нем работаешь артист вот когда вы вот эту потребность порежиссировать в нашей профессии все бывает настолько неожиданно ну про чулимск расскажите вот я к чулимске настолько настолько вдруг и неожиданно что беседовали мы с козаком ну не знаю еженедельно раз в две недели уж точно мы началось с того что артист бочкен сказал хочу играть прошлом летом в чулимске ну в общем то поставить этому как бы как бы шло да как бы шло саша вы все рассказали совершенно все вы ждали хочу играть чулимска на что вопрос режиссерах у друга театра был я не против а кто поставит почему ну даже записная книжка а почему бы а почему бы не я ты будешь помогать как просто потом что-то да ну ты во первых обязан помогать потому что художник театра ну а там уже как хочешь художественный руководитель постановки не художник все вот так и да вот так все все вот так все и было я просто не ожидал что это будет так когда уже меня колошматила колбасила при каждой встрече особенно с художником почему-то у меня уже был полуоборок но это же здорово это это же с таким упоением с таким восторгом сейчас вспоминаешься потому что ты же приходишь сначала разбираешь текст у тебя есть время старший да потом ты выходишь ножками ходишь потом почему-то включается свет появляются костюмы и все это тем более еще самое главное что когда так мечтаешь о чем-то я так мечтал о вампилове даже вот именно почему-то ачулинский не а у тинула а бутина и охоте не знаю почему а вот именно ачулинский и вдруг все это бабах и не просто бабах а пожалуйста тебе выбирай артистов и пожалуйста это и пожалуйста это и когда я сказал я помню несколько ром ну это правда это я не потому что там про артистов театр пушки ну очень хочется можно кашкину сыграет лекчила но это да просто уже вы о студентах не думаете они же очень много сил забирают и нервов зайти хотя бы там гитис родной не вне набрать курс а вот сначала попробовать ну как бы вот пороманить с институтом вот такой закрутить отношения подпитаться от них и передать им вот дать им там отрывок поставить или спектакль не знаю какие-то мысли держатные в башке бывают ну как-то попробовать встроить это в свой график вот тут то же самое я например знаю что поставить спектакль спектакль в театре антрепризе легче чем снять кино конечно как режиссеру как режиссеру легче в театре как-то ты принадлежишь сам себе да и как-то это проще проще я вот хочу вот это я хочу вот это и там когда я ставил спектакль салферовой самое-самое хочешь танцевать будешь свет музыка вот сюда я сделала все меня с детства танцую я с детства танцую хочешь пожалуйста как я сказал хочешь петь нет хочешь петь нет ну не хочешь не будешь тебя должен кто-то редактировать все-таки обязательно потому что должны быть потому что тебе много всего и ты можешь пойти но просто ну по неправильному пути вот тут кому вы доверяете в этом смысле когда сами ставите и сами играете вот на репрессе ну если хорошие партнеры по партнерам они же на сцене они не видят со стороны все равно потому что иногда бывают такие умные вещи которые говорят неожиданно не обязательно же говорить на сцене после спектакля до спектакля они же такие иногда неожиданные бывают вещи легчиловой верю правда куда деваться ты уже сами выбрали ко мне они конфликтуем очень часто очень часто до крови до соплей потому что это должно быть за искусство я считаю конечно вот это удивительно в актерских браках комплектуют не из-за хлеба и из-за музырного ведра но я считаю что это обязательно должно быть когда понимаешь это слишком пресная жизнь получается когда нравится нравится это будем это играть будем а это будет это неправильно вы улегчила вы когда снимаетесь подвергайтесь же сексуальным домогательством наверняка да с радостью да с радостью подвергая я верю никогда мне сомнений не бывает но она я почему верю и сексуальным и таким недругательством любым домогательством да потому что человек это я не потому что она легче потому что она настолько готова в этих 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 писюльках в этих листах все время что-то пишет какие-то звонки все время потому что я иногда видел к сожалению режиссер который приходит на площадку только открывает сценарий сценарий да и ищет эти знакомые буквы и начинает придумывать вот сейчас и сразу естественно за советом к артисту как бы мы бы здесь бы развели бы как бы мы здесь очень надо сказать ребята а чем же вы занимаетесь это не мое дело очень редкие гости каких-то светских мероприятий вас нигде не бывает меня все время легче унижают унижают не могу себя заставить ну хорошо а вернисажи премьеры не могу заставить сказать интересно не интересно но почему-то вдруг когда дача проходит за неделю за неделю поедем за 30 за три дня поедем а день в день ты же обещал спал у меня это это что-то я должен завтра быть форму не завтра спектакль правда сложно иногда отказываешься от каких-то вещей накануне одна и одну не пущу за какую команду болеете ну я прям сказал я понял не понял я знаю что среженов следит за тем что происходит на этих ужасных полях но я в россии трудно мне как-то предпочтение давать мне я сейчас симпатизирую зениту как ни странно за то что делает ну вот на это мы закончим встречу с игорем почкин спасибо нет я не договорил я симпатизирую по той причине что я понимаю что хочет сделать тренер мне нравился тренер как футболист это была очень хорошая десятка я видел с каким остервенением остервенением этот футболист играл да я знал на самом деле просто и мне и мне нравится что он прививает что вот дзюба не может этого сиди кокорин может бегать полос может бегать вот этот мальчишка очень хороший там у них еще появился вдруг откуда он там пришел истерика что ли а мне трудно говорить об этом спартаке об этой народной команде делали этим промисом уже так накормили промис промеж кто такой промис голландия выскочила на чем от мира не вышла они в футбол не умеют даже не знают что мяч круглый какой промис я на самом деле даже не про критику я знаете про что почему вот вы как человек эмоциональный и артист замечательный дополните вот эту формулировку мою которую я собираю уже у коллег почему артисты всегда вот были футбольными болельщиками я мало встречал артистов хороших которые не были бы футбольными болельщиками для меня вот футбол хороший футбол это просто театр вот вот так почему он заводит он все время заставляет драматургия он все время вот у меня когда я вижу там месси или роналда с мечом я думаю боже мой эти собаки почему драматургия и импровизация конечно конечно точно поставленные задачи хороший футболист он думает видит умеет это умеет это как хороший артист да он же не только как из этого анекдота когда вы выходите по сцене у вас стакан воды чая вы вращаете ложечкой вы пьете чай говорите свой блестящий монолог подождите 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 или мне 16 лет или я пью чай понимаешь значит у нас артист или он сидит сели удобно и играем сцену они ждали и бегают и это это еще партнеры видеть когда со спины и когда бегаешь вот так же как хороший артист может ты видишь боже собака как они умеют вот это же так заводят ничего не заводит так как вот хороший хороший подчеркиваю хорошим что случилось тогда получается что вот артист это хороший есть и чтобы не там брюзжали зрители иногда и в молодежь есть хорошая просто меняется время и устам какие-то что-то меняется да вот харизматичнее было поколение бочкина чем вот эти но ведь артиста же делает хороший материал правильно правда же хороший материал если у тебя есть хороший материал да вот например говорят там мастер эпизода мастер эпизода борис кузьмич новиков никогда не гениальнее каждую роль вот такую вот такую вот такой свежий думаешь боже мой и значит есть вещи например а это я так сыграю к серега гармаш так иногда смотрят я знаю это я так сыграю это это я сыграю это сыграю я когда вижу на такой эпизод я там не знаю адъютант его превосходительства да или это там загремим под под это мы можем и так никогда не сыграю как это как это вот вот когда эта загадка как в футболе да когда эта загадка я смотрю эти 90 минут с дополнительным временем да и мне не нужны ничьи ев ну только кота кота может быть подтащу к себе поближе чтобы кот там все как вот эти когда загадки это есть поэтому вот это искусство правильно значит если я вот так хочу я вот так хочу я не хочу вот так и то же самое артиста делает материал вот если есть материал уже потом режиссер это это и когда все это да тогда получается а когда еще если режиссер еще болеет о твоей судьбе а когда еще режиссер думает как тебе так 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 или дает совет что там игоречек или игорь иванович или саша или это нужно сделать вот так вот так вот так а ты уже решая когда там не так что у нас господа только там один дубль второй дубль это уже на вес золота из кармана продюсера на второй дубль и вот что хочешь то и делай погрызи ногти или не ногти грызи а сейчас у нас родилась фраза чайник кодек кодек поснимаем самое ценное когда когда люди идут тебе на встречу по улице улыбаются раз и когда они говорят тебе спасибо два вот у меня была после крепкого мужика например у меня редко бывало когда тебе и говорят спасибо за крепкого мужика тебе спасибо за куда конкретно называют роль когда конкретно не просто тебя не просто чтобы не спросил iş 24 серии ходил, 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 гундел, гундел, надоедал, надоедал. И потом тебе спасибо. За что? Зритель сейчас такой, он видит все. Глазки-то вроде в театре. Ужимки и прыжки, а глазки-то холодные, пустые. В театре иногда так разбирают, вроде простой человек. Я никогда не забуду замечательную историю. Сдавал я кровь. Донор. Нет, кровь. Анализ. Надо мне анализ. Надо. Раз в полгода надо. Когда прыгаю, у меня начались уже эти прыжки с футбола. Надо заканчивать передачу. Сейчас я начинал. И девочка, думаю, что он так трясется. Бых, мне эту иголку. Что у нее там руки? Одним словом, все, выскочила, выскочила. Иголка одна торчит. Все там. Я как начал орать на нее. Сидит девушка, так на меня смотрит. Говорит, Игорь Иванович, какой вы были нежные в варшавской мелодии. У меня стыда. У меня от стыда. Подгожь. В шатах холодной воды. Я думаю, боже мой, и я... Это же наш зритель. Какой вы были нежный в варшавской мелодии. Я говорю, хоть шестую иглу. Давайте, нате, нате шестую. Какой вы были. Зрители, они же такие прям... Все они видят. Какой нежный. Какой они не надо любить на сцене. Это редкость, редкость. Как это все? Это все... О-о-о. Не могу не расспросить вас о том, чего не видел еще. Хотя мы что, мы не летчики. О последней премьере. Это крайняя. Я начинаю себя ловить. О последней премьере. Потому что следующая, она же все равно будет. Но последняя произошла в мае. А каково вам, собственно говоря... Вы же голливудскую звезду там играете. Да. Елена Яковлева. Да. Чудеснейшая. Да. И вы оба в статусе российских звезд пребываете уже многие годы. Ну что, народные артисты. Да, ловрят со списком послужным. А это вообще близко? Очень. Вы звезды и вот эти голливудские. Тема настолько больная. Кроме там, может быть, отсутствия трех тысяч квадратных метров на берегу океана в районе... Я помню, какая-то там девочка-корреспондентка что-то мне спрашивала. И одна спросила, вторая. Я молчал, молчал, молчал. И все, комедия, комедия, комедия. Ну как бы Роман Самгин окрестил ее комедией, комедией. И как-то мне это завело. Я говорю, ребятки, ну какая же это комедия. Уже научил просто... Про артистов-то? Просто нет. И тем более второй акт, когда он и сопливый, и слезливый. И я чувствую, как сопереживает зал. Хотя смеются так. Я давно не слышал такого смеха в театре. Это просто что-то. Я говорю, это очень приятно. Это очень приятно. Это очень приятно. Что за ситуация? Что за ситуация? Что за история? Ситуация как дважды два. Два артиста. Как ты сказал? Такие вот шутки. Две звезды голливудские. Две звезды. Голливудские. Как когда-то бывшие, которые тащили на себе Голливуд, играли прекрасные роли. Все. Муж и жена. Вынуждены, как мы сейчас с антрепризами, но у нас и другие бывают виды на антрепризы, со спектаклями. Два спектакля в репертуаре. Сиранода Бержерак и еще одна пьеса. Разъезжают по стране и играют спектакли. Все очень просто. И мимо них проходит там, только они слышат, там начались съемки великие. А телефон молчит. Сценарий ушел тут. Да, телефон молчит. А наш агент давно уже не звонит. И все очень узнаваемо, все очень боляло. Подкладывать под себя есть, что просто бери каждый день. И только... Чтобы только не выскочило. Это не выскочит. И все, и все, и все. И потом это наступает великое слово. А вдруг? А вдруг? И звонок? Одному из двух. Да, да, звонок. А вдруг? Ну, я могу, конечно, сказать, потому что мы уже играем, смотрим, потому что многие уже пьесы делают. А вдруг это происходит потому, что великий режиссер, звезда Голливуда, запускается с фильмом. И в первый съемочный день артист, кто отнял у меня, отнял с кровью эту роль и играет эту роль, ломает две ноги. И режиссер, и режиссер, зная о том, что там, где-то там, в Буффало, две старенькие звезды, которые могут... И он летит к ним на спектакль, чтобы лично пригласить их в свое кино. Вот такая трогательная... Сказка. Щемящая, ужасно слезливая, ужасно ранимая. Но самое интересное, что когда человек вражей репетирует, играя в полупьяном состоянии, в костюме Сирануты Биржарата... С прилепленным носом? Падает со сцены и ломает руку и ногу, и в это время прилетает режиссер. А вот какой финал, спектакль, я не расскажу. Какой кошмар. Да, ну и спасибо, конечно, это я не могу не сказать спасибо театру, потому что когда Дукроман Самгин принес эту пьесу, возник вопрос, он часто что-то в моей жизни возникает, не знаю, почему возник, вопрос о жене. О жене. И вот тут, конечно, театр сделал такой просто подарок, сказал, ну уж если такой замах у нас, вдруг, так почему же нам под вторую голливудскую звезду не пригласить. Да, я был счастлив, плюс мы с Леной знакомы тысячи лет, мы с ней снимались в двух хороших кино, одно было просто очень хорошее кино, а потом сказали, а давайте мы до кучи еще и тещу пригласим, и еще и Ольга Волкова. Вот такая у нас компания. Анечка не ревновала? Да, ну что, она счастлива. Счастлива. Ну, конечно, нехорошо знакомы, нет, нет, нет. Ну, во-первых, там почему Лена, потому что не нужно никаких гримов, ничего, чтобы люди говорили о возрасте и не думали, что там какое-то, чтобы, вот, и поэтому, вот, и Ленка тоже очень хотела давно сыграть комедию, я сказал, ну ты комедию сыграла теперь, хотя сын ее сказал, мама, я тебя больше люблю, когда ты рыдаешь на сцене. Ох, какой! Она в конце и рыдает, мы там вместе рыдаем. ну, в общем, приходите, приходите, я думаю, берите, берите жену и приходите. Есть болезненные или сложные моменты с переходом в другое возрастное состояние, как бы, для артиста? Болявый вопрос, конечно, болявый. Не потому, что девочки или мальчики, он больной вопрос, это правда, но я могу сказать, что, ну, не будем говорить, там, энное количество лет назад, я даже задавал вопрос, какие-то там сценаристы, с кем-то я там общался, говорю, господа, я ничего не могу понять, а что происходит у нас, назовем это большое слово, глыбки, кинематография, семей, эти молодые, 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 не, да, и как-то вот эти вот папы, братья папы, старшие товарищи, и вдруг наступил момент, это вот наступило, это я вам, Александр, Олегович, говорю, как режиссеру и сценаристу, это нет, совершенно точно, я ничего не вру, вдруг буквально, ну, 3-4-5 лет назад появились сценарии, где герои, наконец-то, возраст, возраст, нет, я не знаю, что произошло в кинематографе, чей это был приказ или указ, или это вдруг спонтанно, ну, это факт, появились, то есть герои появились, 50-летние, 60-летние, 70-летние, этого буквально 5-7 лет назад не было, это совершенно точно, а про театр, если говорить, так про театр, я даже еще, по-моему, не подрос, там все самое интересное, написано про взрослые времена, еще там, еще там, еще там, то есть, мечтательные роли, о которых мечтаешь, они еще там, главное, чтобы здоровье позволяло, хочется, конечно, всегда, что чего-то, чего-то не сыграл, чего-то не сделал, я сейчас сыграл в Питере, отставник очередной, вот играл Галкин у нас, старший, вот теперь буду играть, и я думаю, нужен, а я, у меня не было отставника, и я такого не играл, вот такого ветерана, потихоньку спивающегося, потихоньку, деградирующего, все, устал от всего этого, и вдруг вспыхивает, потому что обстоятельства жизни заставляют, не играл, нужно, я считаю, необходимо, вот когда такие вещи, конечно, срастаются в жизни, я счастлив, а когда надо, счастья-то не испытываешь, да, конечно, хорошо, и люди, и общение, это, это, но это только вот к тому, что, ну, там, энное количество ролей, но ты еще будет одна дописана, но такое уже пробанное, играемое, вот как у меня был, нет, хочется даже счастья, потому что, нет, хватило сил, после ЧП районного масштаба, это я никогда тоже не забуду, один известный режиссер сказал, ну, Бочкин, теперь, вот он сказал, не костюмные герои, пиджачные, он как-то сказал, галстучные пиджачные, или галстучные, есть такой, такой термин, есть, номенклатурный герой, и у меня тогда уже хватило сил, когда начались звонки, вот именно такого плана, райкомовские, порткомовские, пиджгомовские, червоточные, все эти, да, обязательно, с таким, обложка, немножко, с дермецом, немножко понимающего, и хватало сил отказываться, ну, неужели у меня сейчас сил не хватит, ну, какие-то вещи, нельзя во все влезать, нельзя, нужно уже такое, чтобы уже когда, вдруг просыпаешься, и говоришь, хочу. Я заеделся с какой-то энергией вашей, честно, я очень рад, что мы повидались, дорогие друзья, к нашему с вами, надеюсь, взаимному, огромному удовольствию, сегодня в этой студии был актер театра и кино, народный артист России, Игорь Бочкин. Игорь Иванович, спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Александр Иванович. Субтитры создавал DimaTorzok